Оп! Промахнулся или попал, не знаю. Режем! Всем хай! С вами Юджин и сегодня мы полны решимости и попытаемся пройти сабнатика. Но я не уверен, что мы это сегодня сделаем. Но мы попытаемся. Но я не уверен, как я и сказал уже. Но попытаюсь. Попытаюсь быть уверенным. Уверен, что попытаюсь. Не уверен. Я ни в чем сегодня не уверен, поэтому никаких обещаний давать не буду. Забудьте про то эпичное начало. Всем хай, с вами Юджин. Мы сегодня будем играть сабнатик снова. Посмотрим, что произойдет сегодня здесь у нас. Сегодня, сейчас. Прямо тут. Мы с вами в прошлый раз остановились на очень великолепном клиффхенгере. Мы прокачали наш краб. Мы теперь можем на 1700 метров погрузиться в самые дни. А значит, смотрим, что у нас есть, чего у нас нет. Вода есть, скрижали есть, репульсионные, пропульсионные пушки есть. Мы, в принципе, готовы прямо сейчас поплыть. Заныриваем в краб. Оп! И спускаемся. Вы, наверное, видите по мне, что я вовсе не нервничаю. Потому что я осмелел. Я больше не какая-нибудь тампуська, которая ссыт на глубину. Я ссал на глубину. Ну-ка иди сюда. Давайте попробуем его просверлить. Я подводный стоматолог. Куда ты делся? О, кальмар. Вот! Я его вытащил. Ох, он пожалел, что родился. Все, сдох. Когда я смотрю вниз, но при этом держу его крюком, мы стремительно поднимаемся. Сейчас огромный кракен всплывет на поверхность. Реально мы плывем, это бага какая-то. Сейчас ультра-сквидворд появится на поверхности. Ни один кальмар еще так не поднимался. Все, оп! О-ху-ху-ху! Смотрите, бэм! Нырнул. Ну все, плавай тут. Нам нужно вот сюда. Вход в прогресс. Господи, этот крюк. Я не могу нарадоваться. Слушайте, раз я такой смелый и так эффективно всех долблю, я очень хочу попробовать его просверлить. Давай, 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 давай. И... Есть! А! Сверлим! Давай, ближе, ближе, ближе. Все, мы его оседлали. Ну и кто теперь этот призрачный, а? Бэть! Есть! А, он меня кацанул. На 9 хп. Сейчас мы ему жизнь, блин, устроим сладкую. Сладкую, загробную царствие небесное. Ох, рубим ему пузико. Но для него это возможно как пощекотать. Смотрите, он не может выплыть. Он в тупике. А я рублю его, продолжаю рубить. Не нравится? Или это он мурчит? Хороший призрачный левиафан. Давай вот здесь подбреем. У меня такой, знаете, продвинутый триммер межпланетный. Все волоски даже призрачный спреет. Вот так. У тебя никакой щетины не будет. Ооо! Как он вывернул хитро, а? Но я продолжаю его сверлить. Как думаете, почему призрачный левиафан так гладко выбрит? Это все я. Я вот так задолбал, что он сейчас начнет говорить, пожалуйста, отстань от меня. Правда, что-то говорит. Ладно, он бессмертный. Я понял. Надеюсь, мы разрешили этот вопрос. И больше к нему не вернемся. Ты меня не трогаешь. Понял? Никогда больше. И твои сородичи тоже. Я, кажется, заставил его багануть жестко. Все-таки мы победили. Слушайте, а если я такой смелый и даже смог призрачного левиафана побить, забагать его? Вы понимаете, да, к чему я клоню? Вы понимаете, к чему я клоню? К этому может клонить только Евгений. А ты понимаешь, к чему я клонил только что? Оп! Промахнулся. Или попал, не знаю. Режем! Режем! Давай! Оп! В грудах всадил! Воу! Он очень сильный! Он очень сильный! Так, скорее чинить. Главное, Евгений не побоялся. А взял я Евгений покушать? Нет, не взял. Идиот. Окей, хорошо. Мы сейчас просто сплаваем. Посмотрим, что как. Потом придется вернуться, поесть и снова... Воу! Что с тобой? Кто тебя швырнул? О-хо-хо! Его плющит. Это все полезно. Она нарушает координацию движений. А! Здрасте! Я то, что ты ищешь. Хочу помочь тебе. Так, хорошо. Оно хочет мне помочь. Вон оно! О-о-о! О-о-о! Быстрей! Скорей! Гребанное силовое поле! У-у-у! Улип! Окей. Он отплыл. Смотрите, я могу проплыть сам. А-а-а! Все, я понял. Побежали. Вот сюда скрижаль надо ставить. Ставить скри... О-о-о! Другого цвета скрижаль нужна. Вот это западло. Походу, где-то здесь надо искать. Вот это подстава. Давайте, не знаю, посмотрим. Может быть, здесь какой-нибудь еще вход есть. А-а-а! Бага небольшая. Отсюда видны порталы. Что еще у нас там есть? База данных. Ага, мы отсюда всю карту можем видеть этого учреждения. Как оказалось, мы здесь в жопе. Надо валить отсюда. Нам очень нужно поесть. Ага! Короче, я уже сплавал. Подзарядился чуть-чуть в плане еды. И воды чуть-чуть с собой взял. И вот, что нашел, что не находил раньше. Вход! Спасибо, рыба, ты помогла мне найти вход. Пошла ты. Ну-ка, давайте собирать все-таки. Э, слышь, тебя что, просверлить, что ли? Давайте зарежем его. Меня прям раздражает, что ты здесь находишься. Ой, вот не заблудиться бы потом здесь. Яйцо тут навелось, а? Сейчас мы просверим тебе яйцо. Пошел ты! База! Еще одна целая база. Вот, значит, как. Так, позвольте спросить, где вход. Вот вход. Стоять. Ладно, оставим тебя здесь. А сами пошли. Ох. Ау! Слышите звуки. Кто это? Что? Ты живой? Инопланетный робот. Кажется, невраждебный. Оценка. Обездвижите и доставить корпорации Альтера. А! Какого? Мы же установили, что ты безобидный. Обездвижите и доставить корпорации Альтера. Попробуем. И что теперь? Я же даже не могу его взять. Ладно, хрен с ним. Окей, как раз есть пурпурная скрижаль у нас. Есть, есть! Вот у нас синяя! Ура, синяя скрижаль. Доступно. Гладкие, холодные, с излучающим синим свечением на планетах символов. Да, блин. Я сейчас уничтожу. Похоже на заглавную букву N. Несмотря на то, что эти устройства однозначно являются частью системы контроля доступа для тех, кто их создал, их размеры предполагают некие дополнительные цели. Например, персональный компьютер. Как бы то ни было, технология намного превосходит человеческую. Окей, берем эту превосходящую технологию и идем дальше. Ооо, блин, ионный куб. Стоп. Краб. Иди сюда. Ко мне. Мы можем сюда зайти ведь, правильно? Сейчас мы кубов ионных нарубим. Выглядит так, как будто бы я рублю целую кучу криперов. Хорошо, сначала вниз, потом наверх. Я прям расхититель инопланетных гробниц. Смотрите, что у нас здесь есть. Во-первых, еще куб. Во-вторых, какая-то стрёмная комната. А у нас... Хорошо, что я взял две скрижали. Блин, неужели три понадобятся? О, страшно. Давайте почитаем, прежде чем заходить туда. Данные по ископаемым. Информация об ископаемых, добытых из вулканической породы, выкопанной для постройки этого инопланетного энергокомплекса, имеется возможность экстраполировать ряд ключевых тенденций. Генетическое расхождение. Инопланетяне записывали данные по эндемическим органическим останкам, образовавшимся в промежутке от 10 тысяч до тысячи лет назад. Записанные виды удивительно слабо пересекаются со встреченными до сих пор на планете 45-46b. Вымирание. Образцы грунта тысячелетней давности содержат на 300% более высокую концентрацию органических останков, чем грунт в среднем. Данные предполагают возможность массового вымирания, уничтожившего большинство видов и способствующего быстро адаптации среди большинства оставшихся. Я, пожалуй, зайду в крабе. Идешь? Краб не идет. Так, кое-что происходит. Он перестал двигаться. Он что, в этой комнате не может идти? Он не может в этой комнате идти, я понял. Хорошо, вытаскиваем себя из него. Идем. Давайте пушку, что ли, возьмем. Окей, окажется, здесь безопасности мне не шабанет. Главный изоляционный комплекс. Маршрутизатор энергии в теплоэлектростанции, распределяющий собранную локальную энергию по другим комплексам на планете. Местоположение главного изоляционного комплекса обновлено. Построен внутри естественной расщелины. Соединен с данной сетью пещер. Расположен в юго-восточном направлении. Юго-юго-восточном направлении. Область вулканической активности. Глубина 1400 метров. Распределение энергии. Карантинная охранная телепорт единица 5. Окей, это все данные, данные, данные. Смотрите, наш краб может погружаться на 1700. То есть, та база в 1400. Это еще не предел, мы еще глубже будем погружаться в этой игре. Смотрите, какой-то мега главный терминал. Синтезирован чертеж ионной энергии из инопланетных данных. Стало возможным извлечь полезную информацию касательно инопланетной ионной энергии. Ионные кубы искусственно выращиваются из минерального вещества и подвергаются обработке в целях сохранения их стабильном состоянии, несмотря на содержащуюся внутри колоссальную ионную энергию. При установке ионного куба в соответствующее устройство эта энергия может выделяться в форме электричества. С применением этих знаний возможно синтезировать новые чертежи батарей и энергии ячеек, использующих передовую ионную технологию для значительного увеличения их темкости. Заходим в краба и идем наверх. Раз такие дела, значит нам пора вниз к дракону. Ибо у нас есть синяя скрижаль. Ну что, прыгаем? Прыгаем. Нельзя, чтобы эта тварь нас видела. Хоть тут здесь более активно не кажется. А что, он сразу нападает? Ускоряйся! О, блин! Все! Не видит. Опа! Вот это скорость. Все, мы тут. Пожалуйста, зайди внутрь. А, он мог зайти все это время. Есть! И мы входим. Нет, я пойду на крабе. Ты че сел? Ты че сел? Смотрите, он присел на картыша. Зачем ты присел? Передерничал, что ли? Идем не ссы. О! О! Нормально? Это приветствие? Внимание, программа по разработке вакцины прекращена. Да, блин! Я только хотел вылечиться. Проект по инкубированию яиц императора прекращен. Живые образцы уничтожены. Эвакуируйтесь немедленно. Погодите, а как же вот эти вот прекрасные кристаллы? Че за пессимисты? Я уверен, что все хорошо. Воу! Что это? Че, может попробуем вылезти? Окей. Так и быть. Тут куча всякого барахла. О, пустая витрина. Короче, кучу всякой фигни я насканировал. Что это здесь у нас? Данные проекта Фермент 42. Согласно переведенным данным журналов, было обнаружено, что местные виды левиафанов производили уникальное вещество, названное Фермент 42, которое подавляло симптомы бактериальной инфекции Хараа и у других местных организмов. Образец был пойман, изнаточен в специально построенной среде обитания для дальнейшего изучения. Инопланетные исследователи приложили большие усилия, чтобы создать требуемые условия окружающей среды для существов, включая введение взаимозависимых растений и животных с помощью локальных телепортационных врат. Однако его здоровье быстро ухудшилось. При карантине все телепортационные врата и силовые поля были запечатаны. Все попытки превратить Фермент в вакцину не увенчались успехом. Да блин, не пытается меня вогнать в это уныние. Вау, ты что, есть такое? Ты пришелец! Это он со мной общался! А нет, погодите, это детеныш дракона. А это его яйцо, судя по всему. Здесь так много ходов во все стороны. Давайте сначала к центральному терминалу. Здесь, кажется, он затребует синюю скрижаль. Фак! Где же мне ее искать? Опа! Он нам напилил еще кристаллов. Точнее, кубов. Окей, как скажешь. Как только мы насверлили, он тут же начинает ново генерировать. Окей, ладно, давайте пройдемся еще, посмотрим, что тут есть. Вставить ионный куб. Здесь, короче, порталы. Давайте попробуем вставить. Мы ни разу еще не делали этого. Во! А куда он нас отвезет? Сейчас, нет. Нет, я не готов. О-хо-хо-хо-хо-хо! Что это? Пускная труба. Хорошо, они втягивают в воду. А эти данные управление вентиляцией. Поток воды в главный изоляционный комплекс. И из него управляется автоматически. Независимо от прочих страхующих систем. Записаны данные по составу воды. Приток. Вода забирается из разных биомов по всей поверхности планеты. Температура воды значительно ниже, чем в вулканической среде за пределами комплекса. А содержание микроорганизмов и питательных веществ существенно выше. Отток. Лишенная кислорода вода выкачивается из системы и возвращается на поверхность. Какая огромная база, жесть. Придется пройти через все эти проходы. Я надеюсь, я все еще питаю надежду найти скрижаль. Данная комната, по-видимому, представляет собой биологический архив, в котором хранится более 40 образцов яиц местных видов в различных состояниях развития. И тут также есть терминал. О, боже мой, какая большая статья. Данные по исследованию Левиафана «Морской император». Для классификации данного вида категории видовых размеров были расширены в сторону увеличения. Питание и пищеварение. Окей-ля-ля-ля-ля-ля. Размножение. Фермент 42. Вот это нам интересует нас. Император... Что? Возраст около 1600 лет? Окей. Император производит фермент 42 внутри своей желудочной полости для того, чтобы переварить пищу. И иногда выделяет его в окружающие воды. Данное вещество оказалось способно нейтрализовать действия бактерии. А присутствие его по сей день в экосистеме могло бы объяснить, каким образом жизнь на планете пережила эпидемию. Остается только объяснить, посредством какого механизма распространяется фермент. Анализ. В то время как здоровая особь императора могла бы иметь некий потенциал в качестве лекарства, представляется маловероятным, чтобы любой из объектов исследования пережил карантинные процедуры. Питание и пищеварение. Инопланетные исследовательские данные указывают на то, что несмотря на свой размер, данный вид питается исключительно отфильтрованными из воды микроорганизмами, которые в свою очередь зависят от сложной экосистемы из растительной и животной жизни. Типа питается он мелкими организмами, но убить меня, отожрать от меня что-нибудь он не против. И последняя комната. Мне, так понимаю, тоже, блин, портал. Что ж, значит нам нужно каким-то образом скрафтить синюю скрижаль. Ой, ты проклята комната, последняя. Давайте смотреть. Синяя скрижаль. Ионный куб, кианит, две штуки. У меня все это есть. Ах, если бы я мог здесь фабрикатор сделать. Черт, ну кто же знал, кто же знал. Издевательство какое-то. В целом, ничего страшного. У нас и так еды не так много, воды мало. Надо возвращаться. А, блин, страшно. Воу-хо-хо-хоу. Вот тут мы ускорились. Что ж, мы готовы? Мы готовы. Возвращаемся на базу. Уф. А, 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 что это? Как это? А, какого, 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 какого? Блинушки. Где, где, где мы, где мы, где мы, где мы, где мы, где мы? Страшная тварь. Ты мразь, ты ублюдок. Где? Вон мой краб. Дракон, за мной поплыл. Смотрите, сколько хп мне оставили. Ой, блин, опасность какая. Еле удрал. Так, сохранить. Это обязательно. А, что? Он еще сохраняется с багами. Благополучно миновал стражей. Дожили, блин, я боюсь стражей. А в начале серии я был смелый. На всех кидался. А теперь что-то я всех су, потому что у меня мало хп. И домой. А, как хорошо, когда есть луковые деревья. Было нервозно. Но я был уверен в победе. Нам нужно ионный куб и два кианита. Ионный куб, два кианита. Я хочу сделать три скрижали синие. Думаю, нам понадобится. Ионный куб. Раз, две и три. И чтобы наверняка, давайте еще один пурпурный сделаем. Все, полностью на все хп, на всю еду, на всю воду зажрались. Теперь возвращаемся туда снова на базу. Боже ж мой. Сколько раз я уже сюда приходил. Четенько, четенько. Паська, твари. Нет, 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 нет. Стоп. Здесь уже. Почти здесь. Быстрее, 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 быстрее. Ну что, прогресс. Чего ты присел опять, а? Это краб-гопник. Ладно, пойдемте. Эй, стой, куда пошел? Ну мне просто туда надо. Быстро бабки гони. Ну, здесь нет такого понятия, как бабки. Бабки гони, быстро. Хорошо, хорошо, на-на-на, бери, бери. Итак, что здесь у нас? Кажется, я не хочу сюда идти без краба. Идем вместе, дружище. Хотя ты меня кинул на деньги. Вода? Очищенная? Туда надо нырять? Блин, жуть. О! 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 О!